здравствуйте уважаемые доброго времени суток меня зовут ника я живу работой в нью-йорке и я рада приветствовать вас на моем канале посвященном американской винтажной бижутерии сегодня наверное я вас удивлю потому что мы с вами будем рассматривать украшение невероятной красоты некоторые из которых очень редкие и наверное вы скорее всего с ними столкнетесь впервые вот у меня достаточно большой объем я их уложила в коробку чтобы мне было удобно доставать выглядит это вот таким образом вот и я предлагаю начать наш сегодняшний просмотр садитесь поудобнее возьмите себе что-нибудь вкусненькое попить чайок кофеек и начинаю я с вот этой броши сказочная невероятная великолепная брошь золотого тона усеянная кристаллами всей гамме маркировочек нет на удивление кстати правда так дальше украшение сегодня реально роскошные просто я сама в восторге просто от того что я вижу вот такое подвес цепь сама обыкновенная замочек коробочка маркировочек здесь нет но невероятной красоты сам подвес усыпан кристаллами и крупный стеклянный кристалл по центру тут есть и кристаллы а b и желтые такие медовые здесь тоже бы по краям миленькие расширенные листики в общем роскошница просто дальше очень интересного плетения цепочка на удивление на ней маркировочек нет ну мы подберем какой-то красивый кулон достойный так сказать этого произведения искусства следующее украшение снежинка снежинки достаточно часто попадаются да практически все компании изготавливают вот ну вот такая роскошница с багетными голубыми кристаллами маркировочек нет она старенькая присталенькая сороковые дальше дальше вот такой роскошный листик зеленые багетные кристаллы и усыпаны меленькими кристаллами сейчас вижу что не хватает несколько маркировочек здесь нет так офигенный дресс-клип просто офигенный роскошный золотой тонн а это под пент в отличном состоянии усыпан кристаллами просто весь сохранность шикарная так дальше ой какая роскошная брошечка просто роскошная красивые такие кристаллики так золотой тонн есть маркировочка это компания эйсенберг немножко расскажу потому что наверно моем канале брошь этой маркировки вы видите первый раз не знаю может быть где-то у других блогеров видели но достаточно редкие украшения основана была в четырнадцатом году в чикаго юна сам озенбергом и до сих пор считается что что украшение этой компании были одни из лучших по качеству за весь период изготовления американской бижутерии на американском рынке причем интересно то что начинали они с продажи платьев в четырнадцатом году а 30 начали изготавливать украшения как дополнение к платьям как аксессуары но со временем за счет того что было но великолепнейшее качество украшения начали пользоваться гораздо большим спросом чем сами платья и поэтому компания перешла в общем-то практически полностью на изготовление ювелирных украшений и вот эта маркировочка такая которая здесь на на этой брошечки так маркировались изделия с 45 по по моему 58 год а с 58 маркировочек на украшениях эсенберг уже не было вот ну и семидесятых годах компания прекратила свое существование то есть ну вот собственно как бы так коротенько о том что это за компания и еще не едят дальше колечко роскошненькая колечко просто роскошненькая 7 7 7 с половиной размер золотой тон усыпано кристалликами все такие от темно-коричневого до почти белого есть какая-то маркировочка gg r а откуда-то смотрите кристаллики повысыпались интересно откуда что значит старенькие винтажные украшения дам все сыпется на ходу так следующее украшение великолепный необычный подвес такой форма понимаете почему там такая изогнутая красивее снова такого перпул тона кристалл стеклянный пациент такой аметистовый и такая чеканная я бы сказала право и очень интересные цапы которые держат такие в форме флорделис ну и цепь самое обыкновенное так следующее украшение потери эмали достаточно простенький цветочек листочек жемчуг маркировочек нет немножко эмаль нужно восстановить что у нас дальше дальше нас подкова золотой тон розовые кристаллы частично кристальчики утратили яркость но время время делает свое дело а вот какая красота брошь а политовое стекло крупные к такие каплевидные кристаллы и множество мелких разных цветов оттенков микро жемчуг маркировочек нет уже сороковые роскошницы просто так что это это серьги маркировочек у них нет но зато есть аметистового тонна красивые крупные багетные кристаллы по три на каждую в серебряной оправе красоте так а вот как а боже нет эта красота посмотрите крупная такая роскошная без маркировочки брошь с различные формы и размерами кристаллов она тяжелая это такая брошечка наверное для на верхнюю одежду на пиджачок ну вот это конечно будешь не стыдно правда одеть так дальше дальше ой какой красивый подвес золотой тон даже да им скал цвет античного золота а политовое стекло эмали есть у нас маркировочка лсм значит что это такое за компания тоже по моему у меня на канале мы они еще не говорили а в двух словах расскажу лауренция джеверли мануфактур компания была основана в тысячу если я не ошибаюсь в 1972 году и интересно то что они давали пожизненные гарантии на свои украшения использовали имитацию со старинного золота ну как в данной ситуации арт стекло эмали стразы художественное стекло ну в общем как бы информации об этой компании не очень много но такие шикарные украшения она делала так идем дальше дальше брошь полумесяц микро жемчуг и кристаллики маркировочек нет ну я так понимаю наверно как-то вот так и надо носить да или или вот так наверно ой а вот прелестница прелестница маленькая но красивенькая много очень мелких таких деталей кристаллы микро жемчуг маркировочек тоже нет красотка серьги вернее клипсы я бы сказала так маркировано 40 внутри крупные серебряный тон и красивые красные с абоэффектом вставки по моему это шоу сет мне кажется что там еще брошь должна быть концепте но это нас просить у тех кто есть кто занимается коллекционированием и посмотрите какая красота шикарная крупная роскошная брошь усыпанная кристаллами такого бордово-фиолетово-розового оттенка различные формы размеров и цветов так и не это компания вайс ну а компанией вось мы говорить не будем на нее в деле много раз это очень известный уважаемый бренд поэтому так следующая брошь эти такие три диска совмещенные в едино плечики замочек пятидесятые сохранность отличная вся усыпана кристаллами а вот какая красота ну скажем так это можно назвать брошь орден поскольку есть подвеска да золотой тон даже бы сказал цвет античного золота но какие интересные кристаллы это все стекло но такое непростое стекло и жемчуг так ну к сожалению не маркирована очень жаль потому что роскошная так что это это у нас брошечка и брошечка такая полноценная я бы сказала а это всадник на коне садник на коне даже кристаллики на месте там какие-то то очень мелкая такая не сразу поймешь что 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 это так еще одна брошь не знаю на канара категории геральдическая и можно отнести пятиконечная звезда и запит этом символы знаки мне это ни о чем не говорит золотой тонн маркировочек нет сережечки красный такой бордо врубиного цвета кристалл по центру микроженчуг золотой тонн и судя по задничку это компания 1928 семьи гвоздики еще одни сережки ой какая красота маркировочек нет серебряный тон я же их расцеплять не буду такая капля плотно-плотно кристаллы уложены по отношению друг другу просто все сверкает и горит всеми огнями радуги так следующее украшением тоже интересная вещица есть нас маркировочка это чикос и барочный барочный жемчуг зеленое стекло не знаю стекло может быть урановым нет нет наверно нет ну такое интересное стекло ну и соответственно роскошное украшение так что у нас дальше дальше у нас вот такой слоник прекрасный серебряном тоне такой брашировочкой красные кристаллики по всему тело усеяны вот и есть маркировка маркировка есть но не проношу честь не прочитаю я вам покажу может быть у вас получится может быть есть люди более глазастые чем я женщина не молодая зрение у меня не очень хорошее уже если очень что-то меленькое то я ничего не вижу так следующее украшение брошь бант украшение просто бомба ракета петарда сороковые маркировочек нет интересное крепление ну вот такая красотка дальше черепаха тоже компания ты чудеса 28 такая прелестная черепашка жемчужным панцирем золотым тельцем ползет смотрит по сторонам еще одна брошенная такая смешная какая-то маркировочек здесь нет ну конечно да я бью там не знаю джей джей бы отнесла очки но идти по лицу наверное что это такое кристаллики оба миленькие на очках кольги мой какая красота красота красотичная золотой тон центральная часть выполнена в виде цветка усыпанного перпл кристаллами такими как фиолетовые да замочек крючочек а и судя по этому к наконечнику это кора а вот какая очень старенькая брошь планка видите какой уже металл вся усыпана кристаллами различных цветов а вот интересная брошечка сова тщательно выполнены тельце а это не просто брошечка это знаете что это контейнер брошь контейнер для сюда можно поместить что-то могу открыть боюсь сломать ноготь плотно очень плотно чтобы не потеря сюда можно положить что-то по типу сухих духов когда будете носить брошь и одновременно а и маркировочка здесь компания эйвон будете пахнуть хорошо так еще одна роскошная брошечка черепашка это тоже старенькая сороковые маркировочек нет красные глаз один красный глаз второй потерялся одноглазая одноглазый джон так дальше у нас браслетик браслетик золотой тон кристаллики бесцветные замочек коробочка маркировочка кора страховочная цепочка красота красота среди бегущих первых нет и отстающих так это цепь виде стразовой просто цепочки не маркирована еще одно роскошное клин тоже от кора но здесь конечно кристаллы уже а.б. что придает украшению особую пикантность нам пикантность и красоту конечно кристаллы а.б. это просто вещи существенно выигрывает по сравнению с обычными кристаллами так что у нас дальше дальше такой браслет маркировочек нет ну такой добротно выполнены и девать не буду понятно два ряда страз вот такая тоже еще одна роскошная брошь с опалитовым стеклом и мелкими красными кристаллами в золотом тоне маркировочек тоже нет вот жаль да многие компании видите каким-то причинам ленились на дополнительные наверное деньги что может удешевить а вот какая брошь тоже тяжелая такая даже для верхней одежды цветок так что у нас еще есть у нас есть такая брошечка здесь тоже есть маркировочка так это компании решение основана она была девятьсот одиннадцатом году я не помню мне кажется что на нашем канале мы не говорили тоже об этой компании еще на дорогих словах расскажу в бруклине здесь у нас по соседству со мной отличались тем что они использовали очень много искусственного жемчуга потому что там на каком-то этапе произошло со слияния с компанией не помню как называется который именно занималась производством искусственного жемчуга поэтому собственно говоря этот жемчуг и был ходу а также использовали стразы эмали люцит ну то есть как бы в таком плане в не помню по моему в 1900 и в каком-то 70-х годов компания объединилась компания лиснер а потом их поглотила компания виктория инкорпорейшн та которая в свое время купила на пье и дживанши вот и собственно каких-то с 20-х годов с нулевых марки ну как бы торговая марка решили но прекратила свое существование даже в составе корпорации так следующее украшение брошь я так понимаю как брошь можно и как подвес использовать такая рюмка рюмка водки на столе еще одна брошечка цветочек фиолетово-розовые кристальчики маркировочек нет можно носить как украшение на шее подвесить так еще одно колье роскошная роскошная колье посмотрите какая центральная часть интересная усыпана такими голубовато-синими кристаллами микро жемчуг снэйк цепочка замочек коробочка маркировок нет но красота красота красотищная так дальше дальше серьги на фоне всего остального они конечно такие достаточно простенькие я бы сказала единственное что их спасает это стеклянные медового цвета кристаллы лененькие такие прям вообще не удерживаются в руках так дальше у нас цепь с подвеской виде сердца из натурального перламутра такая великолепная брошь лист разделена на две части желтый с одной стороны и серебряный усыпанный кристаллами другой ты нашли никому не обидеть ну кто же красота дальше подвес без маркировочки цепь такое у нас украшение и сегодняшнее видео мы заканчиваем цена родные самые скромные броши и не маркированная птичка которая любите несет и не на что то несет ну вот собственно и все на сегодня что вам скажу пишите мне что вам понравилось что вам не понравилось все украшения которые вы видите можно купить в магазине ссылка на который под каждым видео и в шапке мне кажется что сегодняшнее видео сегодняшние украшения были феноменальные напишите что вы по этому поводу думаете вот а я с вами прощаюсь подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всего хорошего хэгэдэй бай бай ваша ником